МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Урале мать пятерых детей посадили в тюрьму на два года. Она нечаянно убила своего трёхмесячного сына. Выпила, а потом накормила ребёнка грудью. Медики установили, что малыш отравился спиртом через молоко матери. Здравствуйте! Это программа «Градус доверия» и я, её ведущая, Наталья Токмагашева. Сегодня мы вновь будем обсуждать некачественный алкоголь и будем говорить о том, какие дети могут у вас родиться, если вы будете пить палёнку. Итак, вместе со мной в студии медики. Людмила Черданцева, акушер-гинеколог. Она каждый день видит будущих мамочек, которые не всегда следят за своим здоровьем. Врач-неанатолог Наталья Толкач. Она наблюдает детей в их первые дни жизни. И Мария Лавряшина, учёный-генетик, расскажет о том, как алкоголь влияет на наследственность. И вот первый у меня вопрос, наверное, ко всем. Существует такое понятие, как дети выходного дня, да, или субботние дети. Что это значит? Подразумевается распространённое в обиходе понятие, когда дети рождаются после застолий, после принятия алкоголя. Потому что с точки зрения генетики, как, наверное, и с точки зрения медицины, понятие субботних или воскресных детей отсутствует. Вот как раз на тему пьяного зачатия у меня есть ролик. Давайте посмотрим. Внимание на экран. Процесс зачатия под действием алкоголя меняется. Если мужчина трезвый, сперматозоиды, имеющие нарушения, менее активны и живучи. Да и циклетки они не доходят. Алкоголь же действует на них ободряюще. Поэтому шанс, что неправильный сперматозоид доберётся до конечной цели, возрастает в разы. Людмила, вот скажите, пожалуйста, а есть разница, кто из родителей был пьян во время зачатия? Папаша или мама? Никакой разницы нет. Есть многие многочисленные клинические исследования, доказанные учёными, что если один из родителей, даже не говоря уже оба родителей, принимает алкоголь, то это пагубно будет сказываться на их половых клетках, которые потом приведут к созданию будущего ребёнка. А вот как практика показывает, всё-таки те люди, которые выпивают, любят выпить, им сложнее завести ребёнка или без разницы? Естественно, повреждение яйцеклетки и сперматозоида, естественно, при упрямлении алкоголя оно и происходит. Но качественно или на быстроту зачатия – это, в принципе, по исследованию не доказано. Ну вот, знаете, в интернете, на форумах часто бывают такие объявления. Вот пока готовилась к программе, натыкалась на такие. Мать будущего ребёнка, беременная женщина, рассказывает, вот там в Новый год праздновали, допустим, да, естественно, выпивали, а потом через месяц узнаёт, что она беременная. И вот дилемма у неё возникает – то ли рожать, то ли делать аборт. Вот. Непонятно, конечно, почему вопрос она задаёт людям в интернете, да, почему не идёт в больницу, но вот всё-таки вы бы что сказали, что бы посоветовали такой женщине, если она, в общем, не пьёт, ну, пьёт по праздникам. Ну, так получилось. Я могу сказать только со стороны акушера-гинеколога, что отрицательное всё-таки воздействие на, вот ещё раз говорю, половые клетки, оно существует. И какое будет плодное яйцо, здоровое или нездоровое, мы можем наблюдать только в течение всей беременности. Русская рулетка. Конечно, потому что при закладке органов, это первые недели, как правило, две, происходит формирование, закладка органов, дробление плодного яйца. Это всё потом на течение беременности оказывает влияние, естественно, на всю жизнь потом новорожденного ребёнка. Мария, а вот говорят, что в первые две недели беременности можно пить сколько хочешь, якобы это никак не отразится на генетическом материале. Это правда? Все слышали о молекуле ДНК. Сейчас название это на слуху очень знаменито. Если на молекулу ДНК будут действовать продукты метаболизма этанола, алкоголя, то есть опасен не сам алкоголь, опасны продукты его распада. Вот обратите внимание, на этой картинке показано, что разные системы участвуют в разрушении, в биотрансформации, в переработке метаболизма этанола. И на первой стадии получается очень опасное вещество, ацетат-альдегид. Именно это вещество формирует такое явление, печально известное... Вы, по-моему, ещё в растворители добавляют ацетат-альдегид, вероятно, как похмельный синдром, как запах перегара. И вот именно ацетат-альдегид – это один из продуктов распада алкоголя, который будет повреждать ДНК. Давайте дальше посмотрим. Когда любое токсическое вещество и, соответственно, ацетат-альдегид действует на молекулу, под действием этих факторов в молекуле ДНК могут случаться поломки, она может ломаться. А в молекуле ДНК записано всё о нас. По сути, здесь записана вся информация о том, как построен наш организм и как он должен правильно работать. Существуют разные изменения. Это изменения, когда... Это очень маленькие мутации, когда ломаются хромосомы целые, когда, вот как в этом случае, происходит нерасхождение хромосом и рождаются, например, дети, больные болезнью Дауна. Это трисомея по 21-й хромосоме. Поэтому никто не застрахован, да, получается? Никто не застрахован от изменений, от поломок материала. Если коснуться, вот, как уже говорила Людмила, самых начальных этапов развития беременности, то мамы, которые употребляют алкоголь в первые дни, в первые триместры, они рискуют никогда не дождаться здоровых внуков. Я думаю, здесь скажут врачи, что под действием этанола там возникнут поломки. Давайте теперь подытожим, вот что может произойти при пьяном зачатии, от пьяного зачатия, точнее. В первые две недели после оплодотворения вот яйцеклетки со сперматозоидом, если женщина употребляет в больших количествах какую-то алкогольную продукцию, может и даже плодное яйцо погибнуть и приведёт к замерзшей беременности и самопроизвольному выкидышу. Если в более поздние сроки, вот, как я сказала, на 4-6 неделях, это будет формирование, возможно, и закладка различных врождённых пороков развития у плода. И более поздние, до 13 недель, это формирование уже более таких... Хорошо, понятно. То есть, получается, первый триместр... Развитие должных пороков – это формирование нарушения нервной трубки, дефектов нервно-психических, развитие заболеваний. Людмила, то есть, получается, первый триместр, он один из самых ответственных, да? Самый опасный, самый ответственный. Потому что происходит закладка органов, чтобы у нас сформировалось всё так, как нужно. Не нужен никакой алкоголь, никаких управляющих факторов. Давайте сейчас видео посмотрим, в котором рассказывается о первом триместре. В первые месяцы беременности у эмбриона закладываются все органы и ткани. Появляются первичная нервная трубка, зачатки глаз, сердца, лёгких мышц и скелета. Если мать ребёнка в этот период пьёт алкоголь, спирт ударяет по её будущему ребёнку. Повреждающее действие на плод оказывает как сам этанол, так и продукты его распада. Например, ацетатальдегид. Этанол приводит к спазму сосудов, плаценты и пуповины, ухудшая доставку к плоду кислорода и питательных веществ. Ацетатальдегид погубно воздействует к изменению генетического материала, что является причиной различных уродств. Кроме того, если алкоголь некачественный, плод может получить порцию керосина, ацетона, сивушных масел, что тоже вряд ли хорошо скажется на развитии малыша. А теперь представьте себе, есть какая-нибудь женщина, любит она выпить, например, баночку пива в конце недели, забеременела, и от этой привычки не избавляется. Ну, нравится ей так. Что может произойти с ребёночком? В первом триместре именно. Если женщина выпивает. Ну, в любом случае от этой пагубной привычки нужно избавляться. Если мама хочет здорового ребёнка, однозначно от этой привычки нужно избавиться. Так как уже говорилось, да, первый триместр, он самый ответственный, самый опасен в плане различных врождённых пороков развития и недоразвития, скажем так, центральной нервной системы. Потому что любой алкоголь – это яд. Это отравление идёт. И в частности, на любое отравление в первую очередь страдает центральная нервная система и головной мозг. Мария, а вот на генетическом уровне что-то происходит? Всё-таки у ребёнка уже там какие-то зачатки сердца появляются, да, других органов? Или всё то же самое, что и при зачатии? Это отравление влияния токсических веществ на ДНК, на генетическую систему. Как сказать здесь проще. Для того, чтобы то, что записано в ДНК, правильно реализовалось, ДНК нужна серьёзная помощь. Помощь со стороны других белков. Если этим белкам мешают, если есть яд, то развитие организма будет идти неправильно. Как уже сказала Людмила, и как сказала Наталья, будут развиваться врождённые, пороки развития. Первый триместр беременности наиболее серьёзные и глубокие поражения. Последующая беременность, но я думаю, мы об этом ещё поговорим дальше, это уже поражения, которые скажутся на развитии, наверное, психики, на умственных способностях ребёнка. Всё, что было сказано, это влияние этанола, то есть спирта. А теперь представьте себе, что вы пьёте некачественный алкоголь, и на ребёнка влияют ещё и сивушные масла, керосин и любые другие добавки, которые присутствуют в некачественном алкоголе зачастую. Итак, первый триместр прошёл. Что дальше? Какие органы развиваются? Как правило, в первый триместр вот они сформировались, органы, а во втором триместре они продолжают, скажем так, дифференцироваться, развиваться. То есть закладывается нормальная работа. Не строение организмов, органов и систем, а формируется нормальная работа. Если что-то на этом этапе происходит не так, соответственно, сбой будет в той системе, на которую больше всего подействовал алкоголь. Плюс ещё в этот же период, во втором триместре беременности, ребёнок начинает расти. То есть у него должна увеличиваться и мышечная масса, и рост ребёнка, то есть и длина, и вес. То есть, соответственно, алкоголь, он влияет на вот эти все метаболические процессы. А смотрите, вот у взрослого человека алкоголь в первую очередь влияет на печень, да? То есть первый удар по печени, по желудку и так далее. А у ребёнка внутри... У ребёнка, скажем так, ещё печень сама не функционирует. Она только начинает потихонечку работать и полностью, полноценно справится с выведением. То есть плод внутриутробно, он не выводит алкоголь. Алкоголь из организма малыша выводит маминой системы. То есть это плацента. Вот. Поэтому здесь ещё плюс ко всему, что какие-то пороки могут быть, да? Если в первом триместре беременности произошло влияние во втором, как правило, это нарушение функции органов и плюс ещё и задержка внутриутробного развития. А вот вы сказали по поводу плацента. Вот я слышала, что вроде бы у мамы алкоголичек, да? Плацента, она просто бывает дырявная. Она должна есть эмбриопатия и фетопатия. То есть принятие алкоголя систематическое, там постоянно, оно, конечно, приводит к страданию плацента. Если преждевременно начинает страдать плацента, ребёнок не получает, естественно, питательных веществ, он начинает страдать, он начинает задерживаться в развитии, и у него развиваются признаки гипоксии. То есть в раннем сроке или в более позднем сроке это, естественно, окажет всё равно влияние на его конечное здоровье. А здесь, собственно, понятно, и с точки зрения, скажем, биохимии, и с точки зрения цитологии. Это наука о клетке вообще. То есть этанол, вернее, продукты его распада, они влияют на мембраны, которые окружают клетки. Вот если мы покрыты сверху кожей, да, то клеточка сверху покрыта клеточной мембраной. Так вот, продукты распада этанола повреждают клеточную мембрану. То есть защита пропадает. Да, и как следствие, в том числе, страдает плацента, она может быстрее стареть. Понятно. А вот один бокал вина, допустим, красного во втором-третьем триместре как-то может повлиять на развитие ребёнка? Вот захотелось женщине бокалом. Второй-третий триместр, да, то есть уже всё сформировано. Если до приёма этого бокала женщина никогда не употребляла алкоголь, всё сформировалось нормально, всё растёт нормально, тем не менее, любой алкоголь, любая доза – это риски.